Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Выходил мимо его дома старый еж Постучал в окно и сказал Ты слишком ленив, мой друг Тебе нужно скорее излечиться от твоей лени Иначе скоро тебе совсем будет нечего есть Призадумался наш ежик И пошел он к лесному врачу сове И попросил он у нее лекарства от лени Мудрая сова сказала Нет у меня сейчас для тебя лекарства По-моему, я закопала его на твоем участке поля Покопай, может и найдешь Побежал еж со всех ног на поле И стал быстро-быстро копать Но так ничего и не нашел Пошел еж тогда обратно к сове И сказал, что ничего не нашел Тогда мудрая сова ответила ему Это лекарство можно найти лишь раз в году Во время пахоты Попытайся в следующем году еще раз Чтоб твоя работа не пропала даром Посей там семена Так еж и сделал Теперь, придя в лес И увидев ежа Усердно перекапывающего свой участок Не думайте, что он трудолюбивый На самом деле, ребят Это самый ленивый еж на свете Просто он ищет лекарства от лени Интересно, как сова заставила его трудиться Да, хорошая сказка Значит, самое лучшее лекарство от лени Это работа? Получается, Мирон, что так Во время работы лень перестает беспокоить Поэтому нужно просто побольше трудиться Как только закончили одно дело Приступайте к следующему Хороший совет Обязательно пригодится Не сомневаюсь А на этой тему есть еще одно смешное стихотворение Вот, слушайте Ленивая кошка не ловит мышей Ленивый мальчишка не моет ушей Ленивая мышка не выроет норку Ленивый мальчишка не любит уборку Ленивая мушка не хочет летать Ленивый мальчишка не хочет читать Что делать, скажите, добрейшей старушке Когда завелись у старушки в избушке Ленивая кошка Ленивая мышка А также ленивая сонная мушка И с ними в придачу ленивый мальчишка Старушка пошла на охоту за кошку Привыкла и ловит мышей понемножку За мышку под бревнами вырыла норку Мешочек пшена притащила и корку Потом за мальчишку, затеяв уборку И быстренько уши промыв за мальчишку Старушка взяла интересную книжку Которую залпом прочла за мальчишку Теперь за ленивую сонную мушку Старушка расправила нежные крылья И вдаль полетела проведать подружку Ах, завтра старушке придется опять За мушку летать, за мальчишку читать За кошку мышей на охоте хватать За мышку в норе под бревном хлопотать Как жили бы в этой ленивой избушке Не будь на земле не ленивой старушки Такой стишок Да, старушка очень трудолюбивая Только вот жаль, что много в ее избушке Ленивых мальчиков, ленивых кошек, ленивых мушек и ленивых мошек Да? А сейчас, милые мои, давайте отдохнем от разговоров И посмотрим вместе с телезрителями мультфильм Давным-давно, кажется, в прошлую пятницу Жил в одной стране медвежонок Под именем Винни-Пух А почему под именем? Потому что над его дверью была надпись Винни-Пух А он под ней жил Однажды Винни-Пух отправился в лес Чтобы немного подкрепиться Он всегда был не прочь подкрепиться Кроме того, он был поэт И в свободное время сочинял стихи И даже песенки Приблизительно такие Пам-парам-пурум Запилки Пум-пурум-карам Вопилки Пум-пу-пум-пум Это же неспроста Самодея его жужжать не может Значит, кто-то тут жужжит А зачем тебе жужжать, если ты не пчела? По-моему, так А зачем на свете пчелы? Для того, чтобы делать мед По-моему, так А зачем на свете мед? Для того, чтобы я его ел По-моему, так Если б мишки были пчелами То они бы ни почем Никогда и не подумали Так высоко Строить дом Ой! Мишка очень любит мед Почему? Кто поймет? В самом деле, почему? Мед так нравится ему Мама! Итак, Винни-Пух отправился к своему лучшему другу Поросенку Пятачку Который жил в домике с надписью Посторонним В А кто такой был посторонним В Об этом не знал даже сам Пятачок А теперь пришла пора прощаться До свидания, ребята До скорой встречи Пусть вас оберегает ангел-хранитель Ночь вздыхает сладко-сладко Звезды светятся в окне Малыши в своих кроватках Улыбаются во сне Дремлет облака в постели Спят игрушки и цветы Дети в лунной колыбели Снятся сказочные сны Белокрылый ангел Сон твой охраняет Над тобой кружится и благословляет Прикоснется нежно в небо улетая Сладко спите, дети Баю-баю-баю Сладко спите, дети Баю-баю-баю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok